МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Елена Катаржина. В ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. Андрей Никитин начал детальное знакомство с районами. Валдая, временно исполняющий обязанности губернатора, обсудил планы по развитию муниципалитета, а также посетил ряд объектов. Будущие защитники Отечества, короли не только полигонов, но и танцевальных залов. Воспитанники Солецкой и Кадетской роты осваивают курс эстетического воспитания. Рукам работа, душе праздник. Новгородский музей-заповедник представил новую интерактивную этнографическую выставку, посвященную народным ремеслам. Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин прокомментировал сегодня изменения в составе правительства области. В частности, должность вице-губернатора заняла Валентина Захаркина, ранее возглавлявшая департамент архитектуры. Пираника Минина стала заместителем главы региона, но без статуса первой. Кроме того, определены временные рамки трудовых отношений. Распоряжением председателя правительства на должность заместителя губернатора сроком на два месяца назначены Вероника Минина, Валентина Захаркина, Александр Бойцов, Александр Смирнов, Антон Земляк. По итогам двухмесячной работы будут приняты кадровые решения. С Владимиром Варфоломеевым и Игорем Верходановым, а также другими членами правительства и руководителями органов исполнительной власти продлены трудовые отношения до сентября 2017 года. Как прокомментировал временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин, все проходит в штатном режиме. Идет просто плановая работа по выстраиванию оптимальной структуры, оптимальной структуры взаимодействия. Никаких радикальных шагов нет. Просто мы работаем, мы настраиваем, определяем более точно полномочия заместителей и так далее. Этот комментарий Андрей Никитин дал в ходе своей рабочей поездки в Валдай. Временно исполняющий обязанности губернатора посетил несколько объектов города и пообщался с людьми. Андрей Никитин побывал в Валдайском Иверском монастыре, где встретился с митрополитом новгородским и старорусским львом. Владыка провел небольшую экскурсию, рассказал об истории обители. Комплексная реставрация была завершена в 2007 году. Сейчас монастырский быт обеспечивают 9 монахов и трудники. После молебна Андрей Никитин и митрополит Лев пообщались и обсудили дальнейшее сотрудничество. Почем пожелать помощи Божьей, с тем, чтобы ваше служение здесь было и полезным, и благотворным, и спасительным для вас, и для других, и ваших сотрудников. Напомним, что 25 февраля отмечено в календаре Русской Православной Церкви как празднование чудотворной Иверской иконы Божьей Матери. Дата связана с перенесением списка Иверской иконы в монастырь на Валдае. Вопросы развития спорта и строительства новых объектов как в Валдае, так и в области в целом стали главной темой встречи Андрея Никитина с представителями спортивной общественности города. Легкоатлетический зал физкультурно-спортивного центра. 10 утра. Сегодня здесь, впрочем, как и в любой другой день, шумно и весело. В утренние часы занимаются самые юные жители Валдая. Уже в апреле этим малышам предстоит сдача норм ГТО. Тренировки каждую неделю, прыжки в длину, упражнения на пресс. Все как у взрослых. Это один из бассейнов все того же спорткомплекса. Здесь проводятся занятия для любителей плавания. Утром тренируются, как правило, пенсионеры. Удобное время, льготная цена. Всего 70 рублей за разовое посещение. Дорожки никогда не пустуют. Я начал в прошлом году, когда узнал, что есть такое замечательное место. Я начал, когда я с прошлого года, бассейн. Регулярно. Три раза в неделю, в принципе. С удовольствием. Физкультурно-спортивный центр в Валдае был построен в 2014 году. Два бассейна, легкоатлетические и тренажерные залы. Зал для хореографии и настольного тенниса. Вместимость 204 человека. И пустуют эти стены. Действительно редко. В последние годы ФОК стал центром спортивной жизни для жителей Валдая. Что и понятно. Адекватные цены на услуги, достойные по районным меркам. Заработная плата тренеров 22 тысячи рублей. Финансирование по большей части из областного бюджета. И сегодня руководство спорткомплекса обратилось к временно исполняющему обязанности главы региона с просьбой не сокращать дотации. Тогда и уровень цен на услуги для населения удастся сохранить. Мы сохраняем здесь, а вы, соответственно, больше зарабатываете, больше платите зарплату. Договорились? Еще один важный спортивный объект Валдая – физкультурно-оздоровительный комплекс «Кристалл». Здесь тренируются юные хоккеисты. Проходят сборы и соревнования. Но проводить все это на должном уровне мешает отсутствие гостиницы для спортсменов. Возможно ли при помощи областного бюджета предусмотреть в ближайшем обозримом будущем строительство гостиницы для спортсменов рядом с нашим центром? Бюджетные гостиницы – это всегда плохая история в плане того, что потом концов не найдешь, сколько это стоит и так далее. Я думаю, что мы с коллегой просто попытаемся инвестора какого-то привлечь, построить гостиницу как бы частную, да, и создать для этого инвестора максимально льготные условия, чтобы ему было выгодно, да. Тем более я абсолютно уверен, что здесь проблем никаких с заполняемостью не будет. В будущем Валдай может стать идеальным местом для проведения спортивных сборов для команд из разных регионов страны. Также спортивная общественность попросила Андрея Никитина чаще проводить соревнования различного уровня не в областном центре, а в районах. Это может стать отличным стимулом для подрастающего поколения. Дети должны заниматься спортом. К слову, о том, какие предпочтения у самого Андрея Никитина, тоже спросили. Не очень я, конечно, к сожалению, спортивный человек, потому что лентяй, потому что мне не хватает, так сказать, силы воли. Даже не то, что лентяй, а мне нужно, то есть я вот, у меня какие-то азартные такие больше виды спорта мне нравятся, поэтому увлекаюсь верховой сдой, стараюсь заниматься. Мотоспорт. В юности тяжелая атлетика была, бокс немножко и горные лыжи. Во время общения со спортсменами Андрей Никитин не только отвечал, но и сам задавал вопросы. В частности, руководитель региона интересовало мнение людей, как дальше развивать спорт в области. Вкладывать деньги в строительство больших объектов, как стадион «Электрон», или делать ставку на такие физкультурно-оздоровительные комплексы. Общественники в один голос поддержали идею развития массового спорта. Алена Сувтина, Илья Круглов, Новости, Новгородское областное телевидение. Также Валдае, временно исполняющий обязанности губернатора, посетил филиал Санкт-Петербургской клинической больницы номер 122 имени Соколова. Главврач клиники Яков Накатис познакомил Андрея Никитина с медицинским персоналом, продемонстрировал новейшее оборудование. Особая гордость медучреждения – магнитно-резонансный томограф с наркозно-дыхательным аппаратом. В нашей области такого оборудования больше нет. За время существования филиала с трассы М-10 сюда поступили 133 пострадавших в ДТП. Всем была оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Помимо этого, медики из северной столицы в круглосуточном режиме принимают больных со всей области. Это хирурги, нейрохирурги, травматологи, анестезиологи. Пациенты, воспользовавшись возможностью, обратились к Андрею Никитину с просьбой организовать для больных комнату для приема пищи. Сейчас перекусывать приходится прямо в коридорах больницы. Временно исполняющий обязанности губернатора попросил главного врача филиала помочь в решении этого вопроса. Что касается Валдайского района в целом, то в ближайшие два месяца будет разработан новый план его развития. Об этом Андрей Никитин заявил на заседании муниципальной думы. Был заслушан отчет главы района Юрия Стаде. Во многом райцентр меняется в лучшую сторону, но, как и везде, хватает проблем. В чем убедилась наша съемочная группа. 9.30 утра. По зареденелым валдайским улочкам торопливо скользят местные жители. Многие держат путь к автобусным остановкам, где активно обсуждается судьба общественного транспорта. Вот сейчас стоим на автобус, говорят, автохозяйство разваливается. Пешком будем ходить по деревне? Да, автохозяйство у нас, да, да, я забыла сказать совсем что-то. Вот беспокоит. Автохозяйство разваливается. Как на даче будем ездить в деревне? Такси-то, наверное, раза в два подорожают. Откуда такая информация, скажите, пожалуйста? Да у меня в автохозяйстве знакомых много работают. Говорят, да, вчера муж тоже слышал. Много очень магазинов построилось, больше, чем людей у нас в Валдай. Ну, так, ничего, продукты все есть, но все дорого, пенсионерам тяжело жить. Единственная просьба, чтобы новый губернатор обратил внимание на это. В городе стало более-менее чище по сравнению с тем, что было раньше. Ну, а дел-то, конечно, много. В Валдай меняется, признают люди. Растут торговые центры, спортивные объекты, жилые здания. В прошлом году построена многоэтажка и около сотни частных домов, рассказывает глава района Юрий Стаде. При этом он подчеркнул, и начинание, и проблемы, и местная власть старается обсуждать с общественностью. Мы рады, что у нас в районе живут неравнодушные люди, которые выходят с обращениями и конкретными предложениями. Все они рассматриваются в соответствии с нормами федерального закона. Наша задача принять больше положительных решений. Строительство водонапорного коллектора, дома культуры, развитие медицины – основные, но далеко не единственные задачи для района на текущий год. Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин отметил, Валдаю повезло, прекрасная природа и экономические перспективы. Поэтому скоро будет разработан новый план развития муниципалитета. Наверное, нам с точки зрения поддержки туризма надо будет поработать поплотнее. Наверное, подумать над тем, чтобы сделать Валтай центром спортивных сборов. Для этого нужно, чтобы та серьезная инфраструктура, которая построена в области спорта, она прикрепилась еще какими-то гостиницами, и сами где можно в людей размещать. И я думаю, что сейчас одна из моих первеннейших задач, и задача главы это сделать, это пошаг был в план. Мы в марте и в апреле такой план сделаем. Что же касается предприятий и новых рабочих мест, то перспективным производством сегодня назван завод «Юпитер». Как и над чем трудятся 350 человек, Андрей Никитин решил посмотреть лично. Специалисты здесь строго следят за качеством выпускаемой продукции. Квалификация персонала позволяет соблюдать характеристики покрытия, чистоту, прочность пленки. Потому что даже если вы пользуетесь фотоаппаратом, очень многое зависит от того, как нанесено покрытие на первую поверхность объектива. Местные власти внимательно следят за развитием этого производства. О нашей съемочной группе, как и пешим валдайцам, хочется надеяться, что руководитель района возьмет на контроль и ситуацию с автобусным сообщением. Ведь согласитесь, муниципалитет без общественного транспорта вряд ли можно назвать современным и комфортным для жителей. Из Валдая Юлия Бабич, Андрей Константинов. Новости Новгородское областное телевидение. Дополнительные рабочие места и отчисления в бюджет в областном центре сегодня состоялось торжественное открытие швейного предприятия по выпуску спецодежды. Анастасия Пилипеева – профессиональная швея-универсал. В данный момент трудится над синтепоновым жилетом. Работа, вопреки расхожему мнению, совершенно не скучная, считает девушка. Все время приходится шить разные виды одежды. Тем более, что на фабрике установлено качественное оборудование. Мне нравится то, что получается потом. После того, что мы все собираем, мне получается то, что в итоге. Когда уже выходят на стартовую линию, уже упаковывают процесс и результат. Компания, в которой трудится Анастасия Пилипеева, занимается пошивом современной спецодежды. Несколько лет в Великом Новгороде существовало так называемое конструкторское бюро, в котором лишь разрабатывались модели. В минувшем году инвестор решил расширить производство и открыть фабрику. Сейчас в ней работают 40 человек. Сегодняшний день у нас трудится порядка 45 человек. 10 человек у нас уже стоит на списке и ждет нашего приглашения на работу. Планы большие. В этом году мы ожидаем открыть вторую очередь. В первом полугодии принять еще 20-25 человек. А по концу года увеличить свой штат до 100 человек. С моей точки зрения, это не рядовое событие для Новгорода. Вне зависимости от того, какое количество рабочих мест создается при запуске того или иного производства, я считаю, что это хорошее, важное событие, нужное событие. В это производство инвестор уже вложил 20 миллионов рублей. На новой фабрике шьют одежду малых серий. А также разрабатывают модели, которые будут производить 11 филиалов компании по всей стране. Вероника Корпесонова, Сергей Корнев. Новости. Новгородское областное телевидение. Завтра в стране отметят День защитника Отечества. В Великом Новгороде 23 февраля торжественные мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках. В 11 часов у стелы город Воинская слава состоится торжественный митинг и возложение цветов. Затем в областной филармонии пройдет церемония вручения государственных и областных наград. А в киноцентре вручат паспорта молодым новгородцам. В 14 часов на площади Победы Софийской начнется праздничное мероприятие «Сыны России». Здесь будет организована выставка техники регионального управления МЧС, отдела Федеральной службы войск национальной гвардии, регионального отделения ДОСААФ. Также все желающие смогут увидеть образцы оружия, с которым сражались новгородцы в 12-13 веках, и образцы вооружения времен Великой Отечественной войны. Воспитанники кадетской школы имени Александра Невского в Солецком районе сейчас готовятся к праздничным концертам в честь 23 февраля и 8 марта. Они состоятся в местном гарнизоне. Поздравлять взрослых военнослужащих ребята будут вальсами и кадрилью. С 1 сентября в кадетской школе введен курс эстетического воспитания с еженедельными уроками танцев. Девочки здороваются правой ногой, мальчики здороваются левой ногой. Когда перед началом нового учебного года преподавателю по классу хореографии Солецкой школы искусств Светлане Соломоновой предложили ввести курс в местной кадетской школе, она этому ничуть не удивилась. Однокурсницы в Санкт-Петербурге уже несколько лет сотрудничают с подобными учебными заведениями. Во-первых, это осанка. Во-вторых, это умение общаться с девушками, с партнерами. Они более галантны. Даже очень отличаются мальчики, которые учатся в кадетском классе, от мальчиков, которые учатся в простой школе. Для того, чтобы у кадетов были партнерши, Светлана Соломонова привлекла к работе своих выпускниц. Девушек, которые уже окончили обучение в классе хореографии, но продолжают посещать школу искусств для себя. С такими помощницами занятия проходят намного эффективней. Ребята очень стараются и с нетерпением ждут очередного урока танцев. Хороший преподаватель у нас, замечательный по танцам. Там девочки симпатичные. Для меня это как отдых, между занятиями. Здесь можно поговорить с девушками, так как редко видимся с ними. Так что потанцевать. Новый танцевальный коллектив кадетов и выпускниц школы искусств уже участвовал в районном конкурсе и в хореографическом фестивале «Метелица» в Волоте. А некоторые даже успели продемонстрировать обретенную куртуазность в северной столице. В Санкт-Петербурге проходят балы кадетские, и уже некоторые мальчики ездили на эти балы. И им пригодилось то, что мы с ними выучили на занятиях. То есть они смогли уже влиться в коллектив, встать и станцевать. Очередное выступление кадетов было запланировано на праздничном концерте к Дню Защитников Отечества в местном гарнизоне. Но из-за эпидемии гриппа его пришлось отложить. Перед военнослужащими кадеты выступят 7 марта. Алексей Дмитриев, Илья Круглов. Новости. Новгородское областное телевидение. Новгородский музей-заповедник представил новую интерактивную этнографическую выставку. Она открылась в церкви «Жон Мироносец» на Ярославовом дворище. Попав на эту выставку, кажется, что окунулся в прошлое. Повсюду предметы, характерные для русской деревни середины 19-го, начала 20-го веков. Не только земледелием славились наши предки. По словам исследователей, новгородским крестьянам были подластны как минимум 52 ремесла. Мы показываем инструменты бондарь, изделия бондарные, показываем изготовление лопат, изготовление граблей. Это все характерно было, особенно в новгородском уезде. Обечайки, даже слова некоторые не знают. Но когда-то в руки сито решет убрали, так вот эта лубиная часть, это обечайкой называлось. В те далекие времена, пока мужчины занимались столярным, колесным, мебельным, гончарным, кузнечным, сапожным ремеслами, женщины мастерски пряли и ткали. Начинали с шести лет. Если у девочки получалась хорошая ниточка, ее, естественно, хвалили. В противном случае совершали обряд. Если ниточка получалась корявая, неровная, мама брала заслонку, поджигала эту ниточку, девочка должна была залезть под стол и съесть то, что напряла. Тогда она лучше начинала прясть. Освоив прялку, заготовив положенное количество нитей, их сновали и одевали на ткацкий стан. Уже на нем изготавливали, например, половичок. Половичок – это самое простое ткачество, без рисунков. Мы просто будем пропускать ниточку в зев. Предлагаю вам присесть и попробовать. Отказаться от такого предложения просто невозможно. Испытав на себе, можем сказать, что при заправленном стане ткачество кажется делом вроде бы нехитрым. Но лучше попробуйте сами. Выставка «Рукам. Работа. Душе. Праздник» включает в себя мастер-классы. Вот так вот расчесываем, шерсть становится мягкой, все загрязнения удаляются. Добавим лишь, что еще на Руси люди, умевшие красиво, весело, хорошо трудиться, пользовались уважением и почетом. Не зря в народе говорили – работа до руки надежны в людях по руки. Кристина Масальцева, Владислав Ковалевский. Новости. Новгородское областное телевидение. Это все на сегодня. Интересную информацию вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Впереди реклама и прогноз погоды на предстоящие выходные дни. Всех защитников Отечества с наступающим праздником и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова